Ну да, что такое критерии? Критерии это то, что накружено особым значением. То, что важно. Какие бывают критерии для отношений? К тому, что важно для отношений? Да, вот критерии. То есть критерии, если говорить лингвистически, это какое-то общее слово такое туманное, всеми одобряемое, всеми понимаемое. Ну, дальше мы разберем. Понимаемое каждым человеком иногда очень конкретно, очень специфично, совсем не так, как будет. Понимание, да? Важно, чтобы в отношениях было понимание, да? Конечно, кто будет справиться? Что значит понимание конкретно? И тут сколько людей, столько мнений, сколько описаний понимания. Про это тоже мы поговорим теперь. Что еще важно в отношениях? Для бабушек, чтобы не будет, имеется ввиду, ну, обычно, он очень общается, а он человек, для бабушек. Второй образ жизни. И, кстати, это не только для бабушек важных. Так слышишь уже часто, он человек не говорит, почти второй. Да. Ну, это важный критерий, но не единственный. Так, здоровый образ жизни. Что еще важно в отношениях? Доверие. Доверие. Любовь. Поддержка. Внимание. Для кого-то вызов. Некоторые пары живут тем, что друг друга стимулируют на какие-то достижения. Кому-то это не нужно. То есть, это зависит от каждой конкретно пары. Критерии, это некие такие общие важные ценности. И откуда берутся критерии? Давайте мы посмотрим. Продуктами своих семей. Папа, мама. И вот в результате ребеночек. И мы из детства бессознательно просто впитываем вот эти критерии, которые вложены. Потому что в каждой родительской семье есть свои шаблоны. Есть множество своих неписанных правил. И ребенок, наверное, еще до рождения, после рождения особенно, начинает все эти правила вот это все понимание впитывать. Бессознательно. Он видит, слышит, как себя ведут родители. Он перенимает часто эти чувства, эти образцы поведения. И когда мы вырастаем, у нас очень прочный, как у всего это правило, очень часто мы осознаваем. Допустим, мы, ребенка, например, родители, взрослые должны уважать друг друга. Все. А вот дальше начинается расхождение. Потому что уважение в одной семье значит одно, в одной семье значит другое.